Совхоза Октябрьский больше нет. На днях были подписаны бумаги о его ликвидации. Такое решение глава Красноярска Эдхам Акбулатов принял еще в декабре. Однако это не означает, что один из основных поставщиков цветов в городе исчез. Он просто объединился с управлением зеленого строительства. В департаменте горхозяйства объясняют, это была роскошь содержать на бюджетные деньги два муниципальных предприятия, занимающихся одним делом. К тому же у властей были претензии к обоям. В УЗС недавно с подозрением на коррупцию уволили начальника. А в совхозе большая часть земель использовалась неэффективно. Проверка выявила там много переросших деревьев, непригодных для пересадки. Теперь единое предприятие управления зеленого строительства будет работать под новым руководством и более жестким контролем. Между тем, по нашим источникам, часть территории бывшего совхоза может быть передана роем в ручью, под огород. Есть также мнение, что часть земель вообще пойдет под застройку. В департаменте горхозяйства эту информацию не подтвердили. Говорят, по-прежнему будут выращивать тюльпаны и саженцы. Земли переданы также в управление зеленого строительства. Сейчас происходит их рекультивация и подготовка для саженцев в рамках программы «Миллионному городу миллион деревьев». То есть необходимо большое количество деревьев. Также планируем сами собственными силами производить рулонный газон, выращивать и укладывать на скверах парков города Косноярска. Добавим, что сейчас газонную траву город закупает у соседей. Еще вопросы... Еще вопросы... Субтитры создавал DimaTorzok